ребят всем привет привет вот и настали следующие выходные на которых мы обещали вам и наконец выполняем это мы будем делать потолки нашему маленькому ребенку а только что сейчас утром менеджер привез нам полотно направляющие закладные далее карниз карниз бленду до закладная под люстру и сказал ждите мастером приедет ориентировочно через 3-4 часа вот поэтому вопросу мы сегодня отчитаемся в любом случае а так у нас сегодня опять к сожалению получается всего один выходной только суббота завтра воскресенье 0 опять работает вот и мы решили что сегодня по скажем так нашим каким-то реконструкциям будет работа такая весьма небольшая она будет не нашими руками мастер приедет натянет потолки я сейчас оперативно подготовлю электрику для того чтобы подключить люстру ну и в дальнейшем вывести все это на выключатель вот а мы сегодня решили провести вас по нашим окрестностям да мы сегодня пойдем к речке к лесу покажу немного наше скажем так поле потому что это дачный поселок организовывался просто на поле к сожалению первых видео я не делал здесь а мы были здесь самого нуля когда здесь не было еще даже электричество и покажем вам во что превратился наш поселок буквально за четыре года а сейчас давайте немножечко поработаем так ребят ну смотрите привезли значит белый холодный премиум ширина полотна 410 длина получается до длина 410 и ширина 260 но это запасом получается виде 410 и 260 профиль по периметру 13 4 метра 4 угла периметр помещения тоже 13 4 площадь 10 66 квадратных метров надеешься от 6 это с напуском 10 сантиметров по периметру вот этого плана ну сама платно запасом 10 сантиметров она будет подрезаться значит помимо этого привезли это карниз для что это профиля кстати я вот обратил внимание что профиля здесь пластиковые в отличие например от когда мне делали павла то там были металлические а может быть конечно что-то уже изменилось и делают все павлах а я давно что-то делал вот ну и бленда просто белая без всяких изысков не очень хочется цыганщины устраивать на потолке вот и остается дело за мало это повесить шторы поставить радиатор и развести немного электрики по этой комнате это наш сосед валерий ванч скажем так мой сосед олигарх участок сорок восемь соток небольшой домик много растений человек чувствовал юмора хорошо валерий ванч хотел тебя спросить мне нужны три штучки ваги если у тебя есть до ваги может у тебя быть такое две штуки есть спасет отца ну отчасти до случится умер то всякие есть и вот давай вот такие на свече они может быть и не понадобятся но создаете ли можно да я тебе да конечно красоту твою пойдет в аналлы будешь старый сядем и с тобой смотри какая красота была а помнишь как все начиналось вот это будет ладно мы тебе не надоедаем я знаю что тебе много дел я на самом деле это пришло по делу сейчас просто нужно электро покинуть ребенку а не купил эти штучки ну илья иванович позвонил говорит сними говорит мне в туалет ты же видел там туалет завалился у него да вон в углу у него туалет там к нему от соседа прилетел соседский да он говорит сфотографируй говорит а то потом говорит скажет что это не я все воле спасибо мышку поймали они уже едят волнула валер ты видел она мышь поймала она и паштет у меня сейчас этот мокрый съела корм худощавая да она вон это только что поймали коты коты не нужны да это вот соседка моя не самый большой дом в нашем поселке самый красивый ну давайте мы сейчас пройдемся от нашего участка там вот слева это уже опушка леса начинается это дом моего соседа илья иваныча у меня все иваныч и вокруг валерий ван я иван и тут еще у меня иваныч есть тесть мой закиева это вот участок рядом с нашим домом он выкуплен куплен детям и когда его будут облагораживать вообще неизвестно приезжал хозяин один раз мы с ним познакомились у него получается два участка один участок который рядом со мной а второй участок который находится за нашим участками у него спрашивал ли продать не хочешь он говорит нет продать не хочу вот смотрите значит вас бог ураган недавно и есть явные последствия после него если попробую приблизить видите упал туалет соседского участка сейчас потихонечку дойдем по просьбе нашего соседа до туалета который перевернулся пришли играть мне фото а то говорит вдруг сосед поставит его на место и скажет что это не он говорит а у меня будет доказательство выходим на развилочку так как на позади меня налево и направо направо это вот дорогу к озеру вот буквально за этим участком там уже начинается озеро вот эти вот березки стоят уже на берегу озера вот здесь еще не застроенные участки вот а здесь идет дорожка в сторону леса с вами туда и направимся у нас получается он как бы чуть-чуть у окраина участок вот вас есть сосед любитель выкопать все деревья из леса и посадить их у себя вот правда вот это непонятно откуда выкопал вот так в основном там клены березы орешники все в основном дикие деревья ну видимо ему так хочется конечно это наш сосед иван я забыл его иван владивосток камчатка он сам откуда из тех краев кто строит маленький домик делается потихонечку да вот у этого соседа вообще индивидуальное прозвище это просто саня пневмония это в период когда был к вид он заболел пневмонией он говорил у него не к вид но мы его все прозвали саня пневмония так но это начинается блокбастер зашли на территорию соседу там где перевернутый туалет перевернутый туалет ну вот так вот короче хотя вышло сюда ящерки побежали да ураганище наверное здесь практически в поле у каждого участка уже выросли березки все самосевом начиная вот от таких вот маленьких заканчивая весь целая роща уже это необработанный участок и вот там мы точно скоро будем собирать грибочки сейчас мы идем на затки скажем так нашего поселка в сторону леса они же выкупленные да выкупленные выкупленные что вам делать корчевать это вот наша соседка подпольное имя олигарша она говорит что у нее там совсем немножко земли я насчитал ее 100 метров забора только в одну сторону ну и здесь на 20 где-то 20 соток нет да какие 20 да 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 здесь дорога хуже здесь вот люди по возможности здесь где забор который сняли вот этот коричневый так ну вот выходим мы уже скажем так к капушке нашего леса а вот так вот зарастают участки если на них не приезжать от слова никогда деревья 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 все то есть тут для того чтобы он там столбик виднеется с границей но чтобы здесь привести себя в порядок здесь будет столько работы здесь еще буквально год и все участку уже ничего не сделаешь вот вышли мы в наш лесок у меня есть предложение к тебе идти туда без воды это глупое занятие я предлагаю пойти до озера дойти а потом на машине туда ехать бросить ее и пойти пешком пойдем до озера сейчас мы пойдем до озера а в лес мы там доедем на машине уже пойдем в лес казалось бы странно да 4 года мы уже живем в нашем поселке ну как живем приезжаем сюда на выходные но в лес в глубинку мы ходили всего пару раз вот один раз весной это было другой раз по моему осенью это было одним словом домашних дел было всегда значительно больше чем отдыха и как говорит один мой знакомый дела не кончатся никогда а жить нужно здесь и сейчас нужно проводить время больше с детьми друг с другом отдыхать смотри елочка ягоды ягоды думаешь что ягоды ну думаю что тут у нас будет больше ягоды а вот она щиповка да 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 это шиповник белый шиповник поэтому надо тоже немножечко отдыхать перезагружаться дача нужна не только для постоянных каких-то дел понятно что смена деятельности это в любом случае хорошо другая работа это тоже приятно вот но просто отдых просто прогулки это тоже очень нужно начинается наш пруд в этом году мы запустили сюда рыбу она уже успела немножко подрасти и уже некоторые соседи начали ее вылавливать так это да скоро здесь вот эти деревья перекроют да 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 так а вон у Санька уже газель разгружается здесь к Саньку сейчас зайти вот вот такой у нас пляж и у нас как и у всех кто показывает свою деревенскую жизнь живут свиньи вот не поверьте каждый год каждую весну мы все вот это приходим поселком убираем наводим порядок здесь продолжаю жить костры здесь стекло вот видите мы здесь уже даже такие вот делали уважаемые собственники отдыхающие взяли оторвали это было прибито на этом столбике дети здесь купаются развивают разрезают себе ноги иногда а так конечно место здесь очень красивое вот рыжик наш пошел попить водички здесь вот песочек песочек это мы сами сбрасывались на несколько машин их привозили высыпали сейчас немножко зацвела резко но в общем и целом здесь вышит хорошо но здесь уже песчаные потому что мы засыпаем и оно волей-неволей становится таким там дальше плотина да 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 вот вот ребята такие вот красивые места жаль конечно что мы редко сюда выбираемся но я надеюсь что с каждым годом мы будем делать это все все чаще и чаще потому что дела должны когда-то закончится в доме у нас у нас у нас из серьезных работ впереди это надо перед зимой сделать фасад у дома нужно переделать отопление да то есть это вот прям две такие пиковые работы переделать отопление сделать фасад ну на отопление у меня уже куплен котел куплены трубы рехао куплены радиаторы мне в принципе нужно немножко уделить этому времени докупить фитинги и запускать новую систему вот а сейчас пойдем дойдем до нашего приятеля до санька прошлом видео он помогал мне ремонтировать болгарку сейчас посмотрим что он делает у себя дома вроде он там сегодня что-то где-то коммунизм пойдем посмотрим и как говорят некоторые дача засасывает да засасывает только тех кто любит человеку которому не свойственно уединение труд работа выходной день тому дача не нужна дача выбирает себе трудяги а те люди которые думают что они приедут на дачу будут есть шашлыки и смотреть на покошенный газон ну это наивные рассуждения для того чтобы так происходило на даче первое у вас должно быть много денег чтобы вам кто-то этот газон косил а второе у вас не должно быть таких глупых мыслей все что есть в загородном доме это все благодаря вот этим рукам вот этой голове и вот этим деньгам ну жена на самом деле у меня молодец она зарабатывает очень хорошо поэтому у меня грех жаловаться месяц к месяцу конечно не приходится но были времена когда мы жили полностью на ее зарплату и если бы не она хрена лысого я был бы сейчас здесь так ну все мы практически уже подошли к Саньку Саня живет как раз возле озера ну а что уже хотелся Санек рыжий опять сыт тебе на тую делай коробочки как у меня вот короче Санек себе хотел дома озера он его в принципе получил но помимо этого он получил себе кучу шума гамма и всего я спал когда вы меня будили но я не встал сейчас буду Саньку продавать лес по 10 тысяч за куб так надо здорово мужики а где Санек в сарае сарае все все вы его доказали здорово так а ты фильмы снимаешь? ну конечно как для истории ну да как у нас все это начиналось здорово здорово Саня ты придумал пол восьмого утра я в три ночи только спать лег ну я так и думал так и было короче Санек у меня есть предложение от которого ты вообще никогда в жизни не ехал я вообще-то сегодня домой поеду да езжай да езжай мы тоже поедем домой что хотел лес нужен? лес нужен по десять тысяч за куб конечно такой какой пятьдесят сто пятьдесят ну хорошо очень даже хорошее сколько метров? вот в этой три еще три нельзя чтоб было сзади ну шестиметровый да вон видал меня оторвало да ты что все таки и у тебя разрушение есть да сейчас полезу делать обалдеть слушай ну там у Илюхи вон сортир прилетел от соседа к нему и забор переломал с говном или без? без говна Илюха мне звонит какие растраты блять хоть бы удобрение принесло это Илюха мне звонит говорит слушай сходи сфотографируй а то говорит я приеду он его уберет скажет что это не я я говорю ладно пойду жалко да? блин ну Сань ну а что поделаешь? ураганишки я удивлён что у меня тепличка стоит да 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 я блять удивлён ребят честно значит я её вроде неплохо заинкерил ну ты видел что твой сосед развернулся? ну да 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 слушай так он он это сэндвич панели что ли у него да я тебе говорил что есть вообще прям такая мерзопакость у него знаешь наверное почему у меня не улетело? потому что наверное у меня насквозь всё открыто было и ветер проходил вполне возможно хотя у меня даже тумбочки мои белые все улетели да ну на да 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 хотя казалось бы да а не ну да ну всё посохло у тебя тоже да? конечно ну это лето у всех такое Сань такое очень урожай это надо ну ковезёрки есть хорошо поэтому Сань металл повезём вместе с лесом надо скооперироваться короче на транспорт вот так вот да ты иди да да я попробую твой я хозяйке ты ты блин нужен сто лет я попробую потому что это не вкусно и сладко смотри вот эти большие у тебя да ну они видишь потрескались это быче сердце или что-то такое она садила Оля ну быче сердце наверное вот эти большие да большие вот они прям видишь такие вот они они мясистые такие вкусные но они в магазине потрескавшиеся зачастую бывают они большие потому что видишь прям не выдерживает вот эти волькины так вы что приехали уехали да мы сегодня нет это же служебная машина по времени ну как бы то есть вы не останетесь на ужин нет нет мы сейчас поперекусим потому что мы не завтракавшие и помчимся нету понятно я щас чуть чуть что вы плитку вы притараните это Николай себе это самое в квартире там собрался ремонт какой-то делать так ну вот он пока не а зачем он ее сюда привез он ее такая не знает когда там ремонт начнет а я вот а она часто взята угу и он ее как бы сюда привез так не хай буди месяц не занимает не гниет ну вот что она лежит в сарае и лежит себе спокойно что мы там пару диванов привезли таких подушат надо будет обивку снять ну опять же мне родители приезжают надо где там все да конечно конечно я конечно вчера Оле сказал Оль мы сначала дух был ломай но я там уже знаешь что они все к нам в гости ездят пускай себе ищут места у нас есть в спальне она говорит вот именно у нас кровать хорошая слушай ну это в любом случае встает этот вопрос да конечно конечно это ж родители да поэтому куда их надо куда-то ложить народ ну вот поэтому мы решили это самое ну ты на второй этаж или на первый этаж спальные места делаешь в зале в зале в зале в лагер анташка в лагер но миллиона все равно не да миллиона нет а для памяти мне да пойдем пойдем посмотрим так давно у меня не были да экскурсия у нас усаденного дома немножко вот пылесос который мы купили то да 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 ну у тещи немного другого характера но они разные да 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 ну такой ну да такой надо вот видишь я вот этот я уже как бы снимал там в москве постирать у кошачьего шесть осталось это с этого в таком состоянии короче нам отдали ну просто залили что-то да залили что-то он стоял у людей на этом на террасе и просто дождь пошел и как бы они бросили это делать да я думаю даже если ты ванишь возьмешь какой-нибудь ванишь а я это знаешь вот это дело я как я снял обивку как бы полностью снял я ее в машинке постирал ну это не перетянул вот там заменил подкладку и вот перетянул и все это так же сделаю ну в принципе да это вот тоже родители на модели код подрал понял ну в целом будет нормально мы хотим его вот этот ну на первое время мы хотим его вот сюда поставить вот сюда он угловой диван как бы этот там ну что там место место позволяет да но мы потом все равно хотим его наверное в баре унесем вот этот диван а сюда хотим большой угловой такой поставить чтобы здесь стенка ну чтобы уже да по кувыркаться там сидела ну кувырку на как когда вода в доме будет сэн да вода в доме ну ты наливаешь уже все пользуешься да вода у меня в доме вот он же вот так а я единственное только что это ну вот наверное в отпуске сделано грейший фабель надо делать обязательно обязательно но пока сюда в баню не буду брать а пока сюда в дом хотя у меня в бане тоже так сделано проведена вода ну ну ты ее уже эксплуатировал в таком режиме да полностью как положено в бане да и не перемерзала не как так я же ее весной как и сделал а ты весной так и сделал весной так и сделал весной так и сделал копыт еще это первая зима будет а что у меня там в этом кессоне макрана внизу ну да я с баней открою солью воду все туда слушай ну чё ты полезно видишь фигня вот вот классная вещь ребята я вам говорю не знаю советовать не советовать вот Акватексовская компания Рогнедо называется бальзам цвет дуб три года назад как дом построили как помазал как помазал ну это просто поверх как пленка ложится а это пропитка ну это масло оно на основе там воска ну слушай я сам смотрю сейчас знаешь Сань вот даже террасы террасы сделали сейчас да я хожу и честно тебе скажу я живу даже порой спотыкаюсь чем-то царапаю меньше повреждений видно нежели чем от окрашенное было именно я тебе говорю вот вот она даже если где-то царапина оно прям маслица ну если вот какой-то там большое да мелкие царапины их и не видно да 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 пропитывает хорошо а этот если где-то что-то прям маслом еще берешь и оно как нет такого что вы цветает вот как краска блин мне понравилось и стоит недорого ну да самое интересное что стоит недорого ну вроде он нормально да как сказать наш это деревенский деревенский конь поэтому я говорю вот мне понравилось так вот это вот вон кстати это самая дверь покрывала им уже на улице лежала она уже ну не такой цвет но все равно смотрится нормально да да а что так вот красавчики ну а что ладно что не будем вас задерживать давай я маякнул Сань собирай деньги на лес на лес можно сначала на машину на которой мы увезем а на лес я тебе 50 на 150 я тебе кредитное плечо открою в рассрочку да 50 на 150 тоньше нету тоньше нету это всегда можно распустить это можно распустить из этого можно все что угодно строить Сань ну да я согласен с собой хочешь стол хороший хочешь клавку хорошую хочешь конструкцию какую-то просто при условии нынешней современности лес за такие деньги это подарок судьбы называется почему твоя достанет вот до туда а тебе еще защелкнуть надо да это то я из окна сейчас сделаю а вот тот по лестнице и к чем нибудь это врага не шляпнет да она там понимаешь она такая вот поднять надо да может и повысится может она и повысится все ладно господа давайте счастливо рыжий пойдем я думаю небольшая сейчас еще дальше до леса сходим а он тут как-то по-другому крепится он вставляется закатывается как прищепка то есть не как гарпун ну вот да оттуда не вылазить просто закатывается без пушки без ничего не ну тряпку да я как бы поэтому и не хотел делать ну она в плане дач удобно она мороза не боится ну дай бог ну дай бог вот вот и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 у нашей соседки денег больше чем у нас а мы еще должны ходить помогать я даже не удивлен что она обратила на это внимание тренога стоит я наверное супер богатый я же наверное блогер у меня миллионы просмотров спонсоров у меня дом как у нее да еще я вор прям перчик вот непонятно что с ним происходит но перец на наших грядках это в новиночку так но есть огромный плюс во все эти засухи какой кис правильно нету фитоптора так а вот эти вот даже вот такие вот красненькие они уже очень вкусный мят я снимал город я дару ты снимал только тогда когда на меня позвала слушаем ты перец будешь снимать я думаю его нужно посортировать как-то вот например плохие сразу выкинуть ой так ладно включает так ну что собрали перчиков помидорчиков выбросишь красота но приятный урожай там и помидорки и перчик ну что ребята мы строили строили и наконец построили встречайте наша новая комната ну смотрите в принципе что нам сегодня удалось мы закончили потолки всему периметру поставили карниз добавили ребенку немножко радости виде вот таких вот оригинальных цветовых решений понятно может быть на камере это будет выглядеть не очень ярко синий и зеленый фиолетовый короче можно сделать допустим сейчас ярко горит режим вечер а то склеим можно сделать поменять температуру сейчас холодная это теплые оттенки это опять холодные оттенки дневной свет можно просто 50 процентов сделать тише очень интересное решение на самом деле вот современные люстры свет играет ребят ну первое обещание мы сдержали мы сделали набежной потолок и мы делали цветком что дальше дальше осталось делать откосы в местах примыкания стен там где имитация бруса соединяется с ОСБ нам нужно сделать уголки облагородить момент вот и здесь нужно будет сделать откосы и сделать корни вниз и в принципе вяжем так по стенам да 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 нужно повесить шторам самые темные шторы вот поэтому дальше посмотрю как своими руками сделать откосы на окно Нелли присмотрит какие-нибудь тюль, шторы И здесь, в принципе, остается только делать полы Покупать кровать Поставить отопление И сделать пару розеточек В принципе, на этом А, и дверь И дверь Самое важное Еще две Вот так вот на этой неделе мы поработали Конечно, мы толком и не работали Приехал специалист Все это сделал Мы его поснимали, как он это сделал Очень довольны По потолку прям Я не знаю У меня Очень приятные ощущения Выше меня Короче, потолки можно мыть Стирать все, что угодно с ним можно делать Он стал прям берете, мочите И все вытирается Если что-то глубокое Сдал мухи, например, вам нагадят на этот потолок Берется Щетка для одежды Прям щеткой для одежды Шик-шик-шик-шик-шик-шик И все это очищается Поэтому мы довольны нашей комнатой Впереди еще столько дел Надо много успеть Самое главное, что мне нужно успеть в этом году До ноября месяца заработать 200 тысяч и делать посадки Отопление у меня уже все есть Мне его нужно переделать, но мелочи Я не намекаю на донат, просто надо много работать Все, ребята, всем пока До новых встреч Ты попробуй